так ребят игра на шаблоне балансом 200 нам выпадает две крепости а кто ему зашел из героев корбок таки брокет имеется а так он совсем на 200 без ничего ой 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 нежданчик такой себе еще и золото не дали сожалению ай-яй-яй-яй-яй да тут блин печально что только по дорожке попробовать пробежаться рудничок какой-нибудь захватить он тоже очень быстро ходит то есть я так понимаю это будет игра так чисто больше на обум кстати второй город захватил нет пока что не захватил у нас появляется вот только сейчас возможность выкупить второго героя и через него что ли теперь играть пытаться куда-то пробиваться может быть ай-яй-яй ну тут на самом то деле не так то все и просто давайте тогда повоюем пока что снизу ну плюс минус так она и будет все пока что золота не хватает ё-моё там же армия ладно по тупости потерял героя да еще и магического героя ко всему прочему вообще печаль надо же так по тупости сыграть вот как так-то так отстраиваем виверн пока что на большее золото у нас вроде как и не хватает проход довольно сильный поэтому будем заниматься собирательствами но как мы так по тупости конечно я просто в шоке строить особо ничего даже на цитку не хватает будем копить золото а он второй город кстати захватил да в отличие от меня а я вот видите ерундой прострадал и не захватил город продвинутая разведка слишком много болотных каких-то зон как по мне на цитку тоже как-то не хватает что рынок наверное очень плохая стройка и очень плохое начало в принципе это все что я могу сказать по приросту соперник меня уже делает делает уверенно ну что ставим префектуру следующий ход потихонечку начинаем решать экономические проблемы вспоминаю какие-то древние времена с такой игрой очень древние причем единственное радует что соперник в одного героя вроде как играет это не точно но вроде как в одного и это какие-то определенные шансы все-таки дает нам на будущее вот такая вот армия там на чушь и так по тупому напал то бредовенько сделал сам себе что пришло время разгоняться наверное грейдить ящеров наконец-то и на следующий ход поедем забирать второй город мне соперник сразу сказал что типа давай да тут за часик типа успеем думаю как это можно успеть за часик ну если так играть то вопроса в ноль очень даже можно по городам сравнялись получается да ну сесть внутрь мы не успеваем максимум можно поставить таверну какую-нибудь чтобы хотя бы отслеживать вообще что там происходит вот когда у вас такое темное окошко появляется ребят надо escape нажимать заходим в город какой-то такой баг с вот этими пропаданиями он продолжает повторяться за сегодня это уже вторая игра и во второй игре примерно то же самое все происходит забираем всех ящеров немножко гноликов и с этим всем с вами попробуем немножко повоевать за ресурсы нет без потерь конечно же попробуем не факт что получится но попробуем попробуем по-быстрому чтобы соперник не ждал сильно долго и 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 вроде как все осталась следующая неделя ребят теперь приходит совершенно другой герой уже так что не то пальто здесь дают самоцветы что ж надо ехать наверх золото у соперника больше но в экономику вкладывается в отличие от нас а я же рынок строил да вообще надо построить нет два рынка не хватает ресурсов накопилось довольно много поэтому ладно давайте заберем немножко армии еще 56 ничего себе ух ничего себе порождений зла тут он наверно еще и сильные охраны поставил но это все равно не похоже на баланс m200 если честно какие-то такие непонятные моменты немножко для меня герой к сожалению нормальных магических как не было так я их и не вижу что префектуру давайте поставим до конца недели надо брона постараться выкупить тоже но мы тем временем с вами тут по лаю им отлично минусуем хорошо пошли навстречу сами без потери ловим воздух что-то как там они не того пошли качать да с вами как-то подбираем золото раз замедление кстати неплохо очень неплохо давайте проверим какие еще в целом заклинания рядом имеются знаю побегать шахты какие-то по захватывать да мне видится вариант с выкупкой брона все-таки василиски это вам не хухры-мухры и второй рынок ставим давайте пока так разгонимся как-то он все так же одним героем бегает 0 411 до ясно а у меня там магов не нарисовалась мириста но довольно посредственный маг так а в плане отстройки на цветку будем собирать кстати мы можем уже выменить на цветку что прироста станет больше брохельдом сходить и мы наверно зомби пойдем с вами бить так золото там не хватает змейку на разгончик оставляем тогда все поехали там повоюем вызов корабля ко мне кожа то есть неплохие заклинания тоже имеются этого героя мы с вами снизу здесь придержим для него тоже особых то вариантов что делать нету так ну что поехали битва да мы хотим заставить поскольку нам все таки нужно качаться как ни крути так стой на месте стой на месте вот этим попробуем поводить хорошо все нижнего просто ведем через низ отстреливаем я думаю большего там и не надо и и думаю что тоже довольно легкий бой должен получиться да таки есть поиск пути поиск пути в принципе на данном этапе не особо наверное и нужен и попробовать залезть в гномятню что попробуем давайте попробуем гномиков тоже довольно много большую часть попробуем отвести вниз ну а там как получится так сверху 64 до встанем здесь тоже давай наверх сюда 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 вагнума да задерживаем иначе там все может не очень хорошо для нас в итоге произойти так гномик куда тебя вниз бы то ух ты даже удалось отвести одного даже не рассчитывал что так прям разводиться они будут минус минус отход добиваем отлично с вами кристаллов раздобыли тут стрелков довольно много и пока змейки не будут грейжен ими тоже довольно сложновато нам будет выкручиваться отстраивается замок под тех юнитов которые уже есть чтобы как-то увеличить прирост так а давайте посмотрим что нам на отстройку змеек надо две серые то есть чуть-чуть осталось вот давайте когда за грейдим вот тогда в принципе и поговорим про это логистика отлично зайдет здесь возвращаемся сидим сверху следующий ход так змей к нам в принципе никто не сможет передать да конечно конечно о чем мы вообще с вами говорим давайте их для начала отстроим а потом уже будем думать о том как их грейдить и обо всем остальном все стоят по местам так тут мы уже были добыли все следующий ход тогда 0 5 1 1 дела у оппонента что глядим змеек теперь можно будет пойти бить стрелков тут даже форт не построен но оно и понятно 3 виверны но я за них только больше переживать наверно буду если возьму их все-таки стук нолика вот это уже тема хорошая пробивная сила все поехали так сорян ребята немножко отвлекли меня так что продолжаем поехали бить стрелков надеюсь что они даже не захотят воевать а они ой как хотят мудрость берем с вами мудрость конечно же на следующий ход тогда полезем брать с вами гномятню что у нас там по размеру непонятно может быть даже и большой будет так по центру справа так по центру справа пятерочка ну вот как то так наверное поехали большой но то что он без грейджа нова стека это дает надежду на то что все срастется не так уж и плохо так так минус назад все так же пытаются растягиваться надо бежать по возможностям чуть чуть вниз ой как отлично прям реально разделились так что лучше не придумаешь вообще все назад пошли все моральки пошли минус десяточка осталось минус минус ладно выстрелим а именно змейка все таки молодцы побежали в надежде она морали и своего таки добились спрашивает не деремся ли мы быстрой битвой в хранилище медуз там собирать ресурсики под начало недельки соперник у нас из москвы как мы с вами сейчас узнаем появилась возможность построить форт в принципе это с вами и сделали так надо чтобы нам сейчас брон еще подвез змеек да но герои там пришли так себя чем можно даже больше их выкупить хотя с другой стороны стопы она тут мы строится особо не можем да ладно убедили все захватили следующий ход так что цветку тогда ставим чтобы побольше прироста было и вообще наверное потихонечку потихонечку приходит время или через гарпи пробиваться ну не наверное все таки через гарпи другие направления это пока сильно жирно будет так что там будем готовится пробиваться именно сюда знаю брохельдом попробуем здесь пробить ресурсы как то большие потери сулят ну эти ребята хотя бы не моралятся что уже большой плюс ну то что я сам себя тут блокирую вот это вот меня не очень устраивает вообще наверное есть смысл даже единичку подставить под бой специально пойдет да ладно и змейка еще и выдерживает так добиваем забираем спокойно ресурсы и потихонечку собираемся ехать насчет какой-то скупки в принципе сейчас чуть-чуть наменяем нам самое главное ящеры по сути это основной ударной стека все остальное приложится пока что змея к оставим все следующий ход все следующий ход Змеечки нам однозначно понадобятся Так, довозим ли мы? Вроде да Садимся внутри города Кстати, вот тут как-то умудрились мы еще не посетить И Брончик потихонечку начинает все это дело тарабанить Все пробиваемся Грохельдом Плюс-минус так оно и будет Не будем сильно замедлять соперника Такие узкие проходы Ну капец просто Пока ничего В главном городе можно кузницу влепить Наверное так Так, а вот с налетчиками сейчас будет жутко неприятный бой Но этот бой нужно провести Согласен Хождение по воде Справа по центру Вот таким вот образом Видим Нужно не терять то, что нам предлагают Минус Минус Отлично, без потерь Блин, монахи Ну вот монахов я не уверен, что адекватно смогу пробить Да, как бы Змеечки есть Все дела Но все равно попробуем Жутко сильные охраны Или не рисковать пока Пойдет Не устраивает Им пятенку Думаю тоже надо залезть Брать Поехали Ну Плюс-минус Да Согласимся Посещено Посещено Все Хорошо Садимся Внутрь города Да что ж вы мне Не то все Даете Каждый раз Во втором городе Замок Получается Поставить И теперь уже Хорошие приросты Должны быть По крайней мере Сейчас третий город Поедем брать Ну и тут Довольно богатая зона Есть внешние жилища Еще Виверн Которая возможно Получится Даже взять Сейчас Попробуем сделать Все возможное Чтобы это все таки Состоялось У нас Не ну Вот с такими потерями Мы Однозначно Не будем соглашаться Наверх Наверх Ай-яй-яй Какие морали Неприятные Идут Снимаем ответку Два Два Василиска Потеряли Из самого Неприятного Так Ну а теперь Собственно Не верны Которых Надо и пробить Так Так Думаем как лучше Расставиться Наверх Отлично Замечательно Виверн Получили Пожалуй Мы здесь С вами И заночуем Здесь Продолжим Сборы И тут Пожалуй Мы останемся Так А здесь Начнем Наверное Вот сверху Начинать Бонусы В начале Следующей Недельки Давайте Посмотрим Можем ли Мы что-то Построить В принципе Хотя Хотя Если мы Построим Здесь Гильдию Магов У нас Появится С вами Неплохая Возможность А это Только Седьмой День Ё-моё Тогда Нам Еще Обседановых Горгулек С вами Бить Вот Они Не захотели В принципе Сражаться Забираем Город И Садимся На разгоне В этом Городе Так Ладно На месте Тоже На месте Муниципалитет Пришло Время Все Следующий Ход Шершня Какого-то Неделя Пошла Так Здесь Садимся Дома Резота Тоже Собираем Ресурсы И какую-то Худо-бедно Цепочку Стараемся С вами Выстроить Можно Чуть-чуть Покачаться Перед тем Как ехать На такую Серьезную Охрану Когда мы Уже Гильдию Магов С вами Посетим Так Жутко С вами Подставляемся Каждый раз Ничего себе Это серьезно Ребятки По девяточке Конечно Вейт Ну и потери На самом-то деле Не такие уж и Большие В итоге Получились Так Слева По центру Единички Берем Следующую Гномятинку Так Давай Тоже Так Такого Размера Мы уже С вами Брали Гномятни Добиваем Срабатывает Моралька Но Не спешим Давай Наверх Почти Пришло Время Бежать Так Так Вот То Что Мы Тут Разводкой Особо Не занимались Вот Это Меня Не Очень Устраивает Все Увели Так Так Ну тут Бить Не Получится Хотя Если бы Знал Что Будет Моралька Можно Было И Ударить Кто Знал Сопротивление От Магии Статы Повышаем С вами Довольно Сильно Более Того У нас Даже Капитолий Вот Так Вот Ребят Можно Даже Заголовок Поставить Армаг Строит Капитолий В данной Партии Именно Так Можно Еще Здесь Повоевать Нет Почему Я должен Змея Здесь Терять Отлично Семь тысяч На скупочку У нас Есть Поехали Ай На виверну Все равно Не хватает Давайте День Второй Бильдия Магов Тогда Замедление Стрелочка Есть Пойдет Тогда Наверное Пока Не Спешим Но Относительно Не Спешим Купим Здесь Просто Дополнительного Героя Так Здесь Мы тоже Вроде Как В цепочке Продолжаем Стоять Чтобы Если И будет Подвоз Чтобы Это Как-то Могло Срастись Хотя бы В теории Кони Кони Это Конечно Круто Не знаю Добирать Еще Гноликов Ладно Пока Будет Ехать Армия Чисто Покачаемся С вами Ой-ой-ой У меня Гнолики Не в тот Стэк Были Куплены На Автомате Чуть-чуть Слили Бывает Так Одиннадцать Можно Уже Докупить Одиннадцать Это Уже Хорошо Загрейдить Тоже Надо Загрейдить Ладно На данный момент Это Все Постепенно Будем Ударную Мощь Увеличивать С вами Все Передает Сама Едет Сюда Стик Передает Армию Сюда На Брона Становится Так Ну а сам Брончик В общем-то Просто Тарабанит Армию Под скупочку Для Главного Героя В принципе Посещено Все Четвертый День Ну что Едем Покупать То Что Нам Надо Брон Не Дотягивается А Раз Не Дотягивается То Пусть Занимается Скупочками Одни Болотные Зоны Вы Посмотрите Я Такого Давно Уже Не Видел Капец Просто Пока На месте В плане Отстроек Я даже Не знаю Стопа Где Гильдию Не здесь Получается Строил А тут Замедление Как раз Не дали Ай Бывает Покупаем Наконец Книгу Заклинаний С вами Спустя Кучу Времени Брончик Нам Армию Передаст Пока Что Давайте Гноликов Дос Купим Чтобы Их Побольше Было Как Ударный Стэк Так Коняшек Пусть Берет Юниты Они Хорошие Этих Не очень Хотелось Было Снятие Заклинаний Изучили Ну а так Все по местам Ничего Особо Там Уже Не Происходит Отлично Чуть Чуть Атаки Добавили Пойдет Всех Змеек Правда Пришлось Отдать Но Пойдет Вообще Какая-то Непонятная Зона Реально Из разряда Не пойми Что Нужно Разогнаться Приезжают Сюда Форд Пока Что Нет Возможности Тут Ставить Давайте Тогда Хотя Быть Таверну Все По местам Забираем Армию Со Стрелковыми Стэками Будет Немножко Проблематично А так Ничего Страшного Ну Сейчас Нет Ну Вот И Все Вы Тут Потери Какие-то Непонятные Рисуете Ну Тут Стандартная Ситуация Игра Через Снятие Заклинаний Потому Что В одном Стэке Стоят Их Довольно Много Так Не пришлось Даже Снимать Из-за Их Же Поведение Нагобанк Нагобанк Не знаю Добавим знаний Потому что Маны у нас Как-то Слишком Маловато Пока Оставляем Здесь На форт Пока Не хватает Значит Ставим Префектуру Так Давай Так Так Волна смерти Да Становимся Сюда На нычку И Все Все По местам Змеек Можно Поставить Сурка Кстати Тругликов Можно Туцнуть Без потерь Мы Докупаем Виверн Бонус Раз Бонус Два Будет Бонус Три Здесь Тоже Собираем Бонусы Выстраиваемся В какую-то Худо-бедно Цепочку Мы Пока Что Будем Справляться Тут Своими силами Наконец-то С вами Насобирали На еще один Форт И теперь Можем Отстраивать Очередной Город Родной Для нас Причем 4711 То есть По магии Он конечно Не очень Но и мы По магии Не очень А по боевым Статам Он Я бы и не Сказал Что он Нам Сильно Где-то В чем-то Проигрывает Чувствует Себя Он Очень Даже Неплохо Так Опять Какие-то Подвесончики Пошли Что-то В последнее Время Лобби Подводит Нас Так Забираем Раз Забираем Два Вестан Вестанчик Отлично Отлично Зачем Не Вообще Да Наверное Вестанчик Передали Передали На Стига Стиг В свою очередь Тарабанит Ниже И Брона Тогда В цепочку Поставим Чуть дальше Пока что Собирательствами Немножко Займется Мы постараемся Сильно Далеко С вами Не уходить Так Тут есть Город Который Тоже Можно Забрать Но Это Таким Образом Мы Типа Сами Себя Здесь Задержим Немножко Ой Да Пойдет Садимся В этот Город И Неплохо Было Было Во-первых Разогнаться А Во-вторых Если Получится Змеек Построить То Вообще Красота Следующий Ход Кстати В первом Городе Я так И не Выехал Тут же Надо Бонусы Дособирать Потом Доску Пильца Там Все Собрано Стик Получается Отдает Все А брончик Все Это Дело Повезет Повыше Тут Нам Надо Кильтью Мага Встроить Да Что Ты Будешь Делать Нигде Нет Ускорения Стоп А Дома Вот Где Есть Ускорение Дома Потом Разбиваться Типа На Орках Да Типа Сейчас Разобьемся На Мумиях Потом Разобьемся На Орках Ну Давайте Попробуем Почему Нет Отступаем Выкупаемся Дома И На Змейки Разбиваемся Теперь У нас Появилось Экспертное Ускорение Все Ходим Мы раньше Орков Так что Разбивка Должна Быть Спокойная Спокойная Да Вот Только Таверны Нет То есть Выкупиться Можно Будет Чуть Позже Хотя С другой Стороны Можем Выкупиться Здесь Какая Разница Плохо Что Хорошего Разгона Нет Но Это Уже Другой Разговор Так Ну Поехали Наверх Сядем Пока Дома Бронн Тогда Поедет Сюда Забирать Армию Следующий Ход Так Давай Сюда Стик В свою Очередь Начинает Заниматься Собирательствами А мы Просто Движемся Судором Садится Не Ну Армии Круто Конечно Очень Много Тоже Улик Ну Всех Змеек Нет Смысла И Таскать Стана Можно Поставить Чуть Подальше Опять Таки Будет Играть В Цепочке Бронн На месте Следующий Ход Соперник Пока Еще Ходит Так Начинаем Ходить Идем Домой Грейдим Это Дело Потихонечку Хотим Отвести Идем Наверх Истантом Поцепу Кстати Цепочка Цепочкой Мы Выкупали Да Выкупали Ладно Да Лучше Боя В цепи Этого Героя Использовал Так Ехать Отбивать Свиток Можно Попробовать Хотя Я не уверен Что Нет Не хочу Давайте Туда Если И поедем То Немножко Позже Опять Мышка Начинает Выделываться 10 19 Чудищ Брохельд Брон Передает Суду Армию Змейки Нам Все Не Нужны Единички Для Начала С вами Сорянчик Ребят За Шумы К сожалению Пока С этим Ничего Не могу Поделать Ну Я с ними Не особо Горю Вступать В бой Золотую Шахту Захватит Брон Я думаю Заодно И путь Расчищает Для Нашего Главненького Циклопничек Не очень Хочется Брать Так Чуть Поближе Снайперов Ничего себе Их там Много Реально Очень Много Можно Сбегать В Трежерную Зону Попробовать Но Только Там Чародеи А С ними Встречаться Не Очень Хотелось А Сто Снайперов Нам Ой Как Навалять Могут Наверное Тогда Все Так Вернемся Убедили Разгоняемся Тогда Пока Что Опа А вот И гости Гостюшки Идет Корбок С Грейженными Ребятами 250 Там Все Такое Ладно Этот Город Я Возможно Ему И отдам А что У него По Статам Статы Не Очень Цитаделька Говорят Вам Необходимо Переиграть Последующий День А Ну Соперник Пришел Типа Захватил Да И Одновременный Ход С этого Момента Прерывается Еще и Василиски Там Не Ну Жестко Вот Он Начинает Ехать В Нашу Сторону До 100 Змеек Блин Честно Говоря С ним Не Очень Хотелось Бы Сейчас Наверное Встречаться Поэтому Будем Бежать Сверкая Пятками К нему Четвертый Рас Гончик Там Правда Подвоз Армии Небольшой К нам Едет На него Тоже Определенные Надежды Мы С вами Так Давай Сюда Брон Передает Нам Армию Так И Брончика Надо Будет Здесь Немножечко Припрятать Чтобы В нужный Момент Он Пробежал Мимо Него И Якобы Попробовал Его Вернуть Так Сколько У нас Максимум Маны Может быть 45 Так И Есть Забывчивость Под его Стрелков Да Хорошо Зайдет Вистанчик Не дотянется Ай-яй-яй-яй Так А ты Что Ты Садишься В этом Городе Наверное Виверн С вами Строим В нижнем Готовимся Встречать Соперника Который Сами Идет К нам В гости Там Оставил Какую-то Армию Вроде Пусто А так Вообще Будет Видно По городам Сравнялся Это тоже Третий Город Для него Ясно По темпу Проиграл Но армии Накопил Тоже Очень Очень Много В отличии От меня Он Например Тех же Василисков Собирал Двадцать Двадцать Тридцать Тридцать Пять Сто Пять Семь Ускорение Неэкспертное Двадцать Тридцать Пять Сто Пять Сто Семь И Двести Тридцать Один Так Ну Виверн У меня Будет Чуть Чуть Больше Но У меня Они В отличии От него Не Грейжи Так Что Сейчас Надо Будет Грейдом Заняться Ящеров У него Тоже Слишком Много Меня Это Тоже Не Радует Давай Пока На Месте Итого Двести Восемьдесят Этих Больше Сто Восемьдесят Три У него Я не Запомнил Сколько Точно Там Было Ну Это Не Суть Важно Так Пистанчик Езжай Туда Под Брохель Да Седьмой День Цитадель Наверное Надо Ставить Дадим Ему Возможность Немножко Побегать Следующий Ход Просто Пока Он Бегает Здесь Причем Одним Героем У него Нет Никаких Подвозов Армии У нас же С вами Армия Будет Расти В размерах Пополняется Мана С его Стороны Теперь У него Уже 20 Маны С одной Стороны Кажется Что Экспертное Ускорение Вроде Все Должно Быть Нормально А С другой Стороны А может И не Хватит Может И не Хватит Экспертного Ускорения Это Все Может Быть Даже Очень Ну что На этой Неделе Надо Увеличивать Наш Перевест По Армии Он Возвращается Назад Наверное Хочет Доскупиться Ясненько Давайте Сначала Скупаться В дальнем Городе И потом Потихонечку Переходить К более Ближним Побежали Побежали Становимся С вами В цепочку Дальше Вистанчик У нас Тоже Станет В цепочку Брохель Садится Дома На Разгончике Мы Под него Грейт Васьков Сделаем Блусики Пособираем Так и Надо Разгонять Брохель Дома Дружаньку Благословение Кстати Тоже Очень Даже Пригодится И Местохождение По воде Лучше 300 183 Как только Все это Дело Выкупить Да Все Свободится К этому Потому что Требует Огромных Финансовых Затрат Наша Игра С Тремя Родными Городами Так Прибыл Ход Начинаем Теперь Отсюда Росик Забежала По дорожке Успевает Довести Хорошо То есть Грейт Грейт Просто Скупка Скупка И Тоже Пожалуй Скупка Насколько Хватило Так Сказать Чем Богаты Теми Рады Так Вой Отдает Чтобы Вистанчик Отошел Вистан Продолжает Сюда Все Тянуть Стик Станет На этой Нычке Ну а мы Тут Что же На рыночках Вымениваться Будем Нет Блин Это все Слабо Все реально Что слабо Пока Соперник Соперник Правда Радует Он там Пока что Занимается Непонятно Чем Давайте так Пока Сделаем Продолжаем Стоять Ждать Так Немножко Доскупаемся А соперник Поехал Домой А Не Он Везет Подвоз Армии А куда Он сам То побежал А За городами Собирается В трежерную Зону Бежать Ну вот Там-то Мы его Постараемся С вами Перехватить Наверное Это громко Конечно Сказано Перехватить Побежали Навстречу Так Ну теперь Надеюсь Что перевес Будет уже На нашей стороне Иначе Это будет Просто Провал Если Не сказать Больше Ну и Следующий Ход 5-9 Ну Кстати Соперник Подкачался Готовится К финал Полным Ходом Мы Наконец-то Накопили Достаточное Количество Золота Чтобы Теперь Выкупить Все это Дело И уже Непосредственно Пойти На финальный Бой Хотя Бы Так Может Получиться Потом Еще Немножко Подвести Нет Змеечку Дадим Так Куда он там Поехал Он там Недалеко Заскочил Я думаю Что мы Его там Должны Будем Настигнуть С большой Долей Вероятности Так Маги Маги С одной Стороны И хочется Сэкономить Очки Перемещения Да С другой Мы их И сэкономили С вами Садимся На разгоне Так Давайте Росика Наверх Садим В самом Нижнем Городе Еще Один Рынок С вами Лепим Здесь Чуть Чуть Займемся Собирательствами Все Следующий Ход Соперник Говорит Выходи На Честный Бой Хорошо Хорошо Убедил Только Подвуз Армии Все равно Можно Какое Это Еще Сделать Тех Ящеров К примеру Подвести Да И Не Только Ящеров Все В принципе Можно Окончательно Разменяться Стараемся Максимально С вами Перестраховаться Так Вистанчик Вистанчик Давай Настига Истиг Делает Подвоз Армии Так И Брохельд Забирает Все Остатки Армии Все Поехали Финал У него есть Тактика За счет Экспертного Ускорения Попробуем Как-то Вырулить Очень много Армии Он это Видит Выигрывает Он только По количеству Василисков Который У него Есть В наличии Окей У меня Говорит Только 2 Когда к тебе Пробивался Ух ты А это Вообще Плюс Вот если бы Он пошел Сразу На меня Это Играл бы Мне Огромный Минус А вот То что Он становится В защиту Это Очень Здорово И это Дает нам Хорошие Шансы Ну Относительно Колечик А у него Колечко На скорость Ну все А нет Стоп У него же Спец По змейкам Да 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 Блин Ну первая Скорость За ним Тогда Это Плохо Хорошо Что На его Слабости Я могу Отвечать Благословениями Со своей Стороной Так И у него Пошло Ускорение Сразу же Блокирует Мне стрелков А сам Своими Стрелками Попробует Вырулить Ясно 95 Змеек Мне не так Просто Будет Здесь Выбить Ясно Но он Без Маны Да Всеми Наваливается Я Не могу Забывчивость Даже Накинуть Тогда Эксперт Ускорения Снимаем Ответочку И давайте Наваливаться Всеми Стэками Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Одиннадцать То есть Можно Бить Бьем Еще раз Бьем Еще раз Бьем Тут Мы Выетимся Тоже Выетимся Снимаем Единичку И еще Раз Бьем Таким Образом Виверн Монаха У него Почти Не Остается Два Виверна Монаха Он нам Минусует Тоже Бьем Он Открывает Своих Стрелков Благодаря Этому Я его Стрелков Теперь Смогу Заблокировать Со своей Стороны Не очень Быстро Но Тем не Менее Могу Бьем Теперь У нас Появляется Возможность Блокировать Его Стрелков Плюс Ослабить Их Максимально Так Накинуть Благословение Ну В принципе В принципе Слепоты Нет Курмаку Лечение Благо Минусуем ему Стреки Закрываемся Коняшками Седьмая Скорость Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Сможет Ударить Да Поэтому Пока что Вейт Есть Возможность Ломануть Змеек В принципе Мы это И делаем Пытаемся Выбить Именно Змеек В первую Очередь Ну Все Стрелять У ящера У него Возможности Тоже Пока что Нет Ай-яй-яй Он мне еще и здоровье там подпортил Так ему надо ослабить еще один стек По крайней мере попробовать это сделать Так Хорошо Дадим ему даже пострелять пока что Моралька даже зашла Угу Вейт Блин а вот то что он сморалился это конечно капец Хорошо 24 остается И он опять отходит Благодаря этому у нас опять появляется с вами возможность блокировать его ящеров С радостью с вами попробуем воспользоваться Дабы он не мог стрелять Снимаем ответочку Теперь он вообще стоит под прямой стрелой А мы с вами еще и благословения накинем Отлично После чего еще раз даем экспертное ускорение И идем с вами выбивать в первую очередь ящеров Ну вот и все Вот так вот довольно спокойно Получается выбивать его армию Дальше можно закидать еще стрелочками Сбегать ему тоже некуда с самими ящерами Поэтому наверное будет стоять и терпеть до последнего Отойдем с вами И все Минус главный герой Субтитры сделал DimaTorzok Все Соперник сдается Вот такая вот была партия ребят У меня на этом все Всем спасибо за внимание Надеюсь что данная партия будет интересна К вашему просмотру С вами был Армаг До новых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok